Приветствую вас. Я думаю, что для начала вопрос стоит поставить так. Как реагировать и что сделать, если ты сейчас узнаешь, что твой парень примерно год назад изменялся со своей бывшей девушкой, со своей бывшей, чтобы что? Как реагировать и что сделать, чтобы что? Какая цель? Конечно, если цель сохранить отношения, например, действия одни. Если цель, например, наказать мужчину, хотя это, безусловно, ни к чему не приведет, но тем не менее, тем не менее. Если цель наказать мужчину, это другое. Если цель, грубо говоря, реабилитировать себя, например. Ну, просто реабилитировать себя, свои представления о себе, которые изменились в связи с тем, что вы узнали про измену. Это третье. Понимаете? Какой момент? То есть, вот здесь, вот здесь, нужно все-таки определиться с тем, что вы хотите. По факту. Что вам нужно. По факту. Вот. Тогда вообще будет понятно. Значит, с мужчиной в любом случае нужно поговорить. Это однозначно. А с ним в любом случае нужно поговорить, чтобы выяснить, чтобы выяснить, что происходит. Чтобы выяснить, какие мысли, какие желания побудили его к тому, чтобы вам изменить. Торопиться расставаться не стоит, потому что в этом нет никакого смысла практического, практического. Вот. В силу того, что это было год назад. Вот. Ну и обязательно рассказать человеку о своих чувствах. То есть, сказать ему, что вам неприятно, ну, сказать ему о том, что вы чувствуете. То есть, ну, вне зависимости от того, что это, ну, что это такое, то есть, что представляют из себя ваши чувства. Вот. То есть, тут нужно вот так подходить к вопросу. В таком углу. Значит, вы пишите, что отец говорит, что любит и так далее. И так далее это что? То есть, что вы, что вы подразумеваете бот и так далее. Хотел бы понять. То есть, как вы поняли, есть, значит, несколько основных моментов. Несколько основных моментов. Первый, первый момент это цели, значит, с которых цель, с которых вы, значит, хотите реагировать и делать. И второе, это ваши чувства, которые у вас есть, которые у вас имеются. Вот. То есть, тут нужно вот определить, что это за чувства ваши. Вот. Что они из себя представляют. Ваши чувства. Вот. И выразить эти чувства. То есть, если вам, например, больно. Если вам обидно. Если вы не понимаете причину. По которой мужчина так поступил. Скажите ему об этом. Вот. Если вы чувствуете себя опустошенный. Если вы чувствуете себя преданной. Скажите ему об этом. Если вы знаете, что у вас были проблемы в отношениях, да, вот, ну, проблемы, я имею ввиду, на тот момент, когда он вам изменил, да, вот, а также, можно и нужно сказать ему об этом, вот, потому что это важный момент, вот, ну, важный момент, потому что от этого зависит, по сути, ваше будущее, вот, да, будущее отношений, вот, по факту, поэтому тут понимаю ваше шоковое состояние, да, понимаю, что вы не ожидали, но, как правильно сказал мой коллега, что решение такого рода принимать вам. Обратите внимание на свои ценности, обязательно, то есть, обратите внимание на ценности, которые есть у вас, то есть, что они из себя представляют, эти ценности. Например, для вас ценнее всего, например, честность, ну, в тех же отношениях, да, вот, что, соответственно, ну, реагировать нужно исходя из них. Если для вас, да, более ценная любовь, то реагировать нужно исходя из этого. Если для вас, например, более важно знание, знание, ну, например, знание ситуации, да, допустим, вот, то реагировать нужно, опять же, соответствующую, да, ну, просто потому, что иначе вы себе измените, иначе вы измените себя, вот. То есть, смотрите, смотрите, вот, откуда вы черпаете ориентиры в том или ином поведении, откуда вы черпаете основания для тех или иных решений, для того или иного выбора. Вот на это нужно опираться. Только обязательно подвергайте критике подобного рода решения, потому что решение принять достаточно легко, вот, но только здесь вся в том, чтобы не пожалеть о том, что, ну, не пожалеть о решении, которое вы решили. Вот. Только тогда в этом. Главное это не пожалеть о том, что вы сделали, о том, что вы, что вы решили. Вот так. В конце концов, если мужчина исправился, мужчина раскаивается сейчас, это вы видите, что он, грубо говоря, изменился, да, ну, действительно изменился, да, вот, что можно его, в принципе, и не винить, потому что он сам себя винил за то, что сделал. Вот. Вот. А если вы знаете, что у вас есть, что у вас были проблемы, допустим, вот, то надо бы делать скидку на наличие проблем. Вот. Вот. Потому что проблемы могут человека толкнуть на ряд шагов, о которых потом он там же, ну, там же будет жили, да. Поэтому не торопитесь, не торопитесь делать какие-то, ну, шаги, какие-то действия, не торопитесь делать этого. Вот. Успеете. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Вы всегда успеете расстаться с человеком. Вот. Всегда. Вот. Успеете это сделать. На этом все. На этом все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Да. Извините, чтобы тянули его самостоятельно смотрел страну, чтобы переноannya